На этой неделе чиновники Еврокомиссии продолжили наступление на партнёров российского «Газпрома». Страны, покупающие газ у России, евробюрократы обвиняют в нарушении третьего энергопакета, дробящего закупку природного газа для поощрения конкуренции на внешних рынках. Выемки документов в компаниях партнёров «Газпрома» обсуждались на этой неделе в ходе встречи главы правительства России Владимира Путина и главы «Газпрома» Алексея Миллера. Правительство будет внимательно следить за происходящим в Европе, подчеркнул премьер. Тем временем давление на «Газпром» нарастает с разных сторон. Желание потребителей поторговаться в таких крупных сделках порой толкает их к использованию странных и небезупречных методов. Об одной такой истории из Белграда наш корреспондент Евгений Баранов. Что бы ни говорили, а главный объект сегодняшнего противостояния в мире – это ресурсы и контроль за способами их доставки. При этом там, где это возможно, для сведения счётов с конкурентами используется грубая военная сила, как это было в Ираке и Ливии. Там, где использование силы чревато или невозможно, в ход идут пиар-технологии, политический шантаж, а иногда и полицейские меры. Запуская газ по северному потоку напрямую в Западную Европу, Россия впервые избавляется от досадной зависимости от транзитных стран. На очереди начало строительство южного потока, который позволит без посредников обеспечить энергии юг европейского континента. Естественно, что всё это вызывает нервозность. Больше всего российские трубы раздражают тех, кто боится утратить контроль над Европой и влияние на Россию. Ведь известно, что возможность Запада манипулировать ценами на энергоносители в своё время дорого обошлась Советскому Союзу. Всем совершенно очевидно, что зависимость Европы от российских энергоносителей будет только расти. При этом страх этой зависимости уже сейчас выражается в попытках спекулировать на якобы существующей политической подоплёке крупных российских энергетических проектов. Русская разведка стоит за убийством премьер-министра Сербии Джинджича. Россия использует Косово для шантажа. Крупные российские энергетические проекты в Сербии – результат деятельности пророссийской пятой колонны. С таким сериалом обвинений в адрес России на этой неделе вышла в свет белградская газета «Данес». И так четыре дня подряд из номера в номер. Думаю, что надо было бы ожидать пересмотра подписанных с Россией соглашений уже хотя бы потому, что представители исполнительной власти не раз проговаривались о том, что, скажем, нефтяная индустрия Сербии продана русским по привилегированным ценам в качестве компенсации за поддержку России в защите территориальной целостности Сербии. Можно было бы и вовсе не обращать внимания на голословные обвинения газеты, не удосужившиеся привести ни одного доказательства. Однако в последнее время публикации, подобные этой, стали всё чаще появляться в негосударственных медиа страны, с которой Россия, помимо братских уз, связана многомиллиардными контрактами. Может быть, я недостаточно читаю газеты, но послушайте, ясно же, что наши западные партнёры работают, чтобы периодически устраивать такие конфузы здесь. Но подавляющее большинство в парламенте, не говоря уже о правительстве, в этом смысле абсолютно едины. Не было ни одного случая, чтобы у нас появились хоть какие-то вопросы, связанные с реализацией стратегических проектов с Россией. С генералом Миятовичем мы встретились на ступенях Белградского русского дома, Российского культурного центра, который в скандальных публикациях выставлен чуть ли не шпионской явочной квартирой. Бывший сербский контрразведчик, 30 с лишним лет жизни посвятивший поимке настоящих, а не мифических шпионов, называет информацию, опубликованную белградскими газетами, абсолютным, но заранее спланированным бредом. Я думаю, что задача следующая. Если в результате предстоящих выборов к власти придут люди, про которых сейчас пишут, что они пророссийские, то их победу можно будет объяснить не провалом собственной политики, а тем, что к власти их привела всемогущая русская разведка. И при этом никто почему-то сейчас не говорит о том, кто привел к власти тех, кто сегодня правит. Но мне и им это хорошо известно. Наиболее цинично выглядят утверждения о корысти, которую Россия якобы извлекает из поддержки Сербии в решении проблемы Косово, что мы своей навязчивой помощью осознанно удерживаем Сербию от признания очевидного, утраты 15% ее территории и таким образом препятствуем сближению Сербии с Европой. Вы говорите, Россия имеет здесь только свой интерес, а кто не имеет, может быть Англия или США не имеют. Скажите мне, а какой интерес был у наших добровольцев, воевавших за вас? Да, у России есть интересы в этом регионе. Мы инвестируем сюда, но интересы России совпадают с вашими. Мы будем защищать вашу землю, несмотря на то, что некоторые здесь хотят, чтобы их родина оказалась под иностранным контролем. Эти люди продают свою промышленность кому угодно, лишь бы не русским. Хотя они понимают, что в этом случае она перестанет работать. 15 сентября, накануне последнего обострения ситуации в Косово, в Белграде, на международном форуме по безопасности в Европе, посол России демонстративно покинул зал. Впоследствии его обвинят в том, что он позволил себе удивиться. Почему так вышло, что в то время, как в Нью-Йорке, в ООН, представители России и Сербии пытаются предотвратить назревающую в Косово беду, на форуме по безопасности в Белграде Россию поливают грязью, обвиняя ее в пристрастности и корысти. Нужно, чтобы сербы сами определились в конечном счете, как им поступить. И, наверное, нам не нужно вместо них выполнять эту работу. Другое дело, что то решение, которое сербы примут, мы поддержим. Потому что мы исходим из того, что это их территория, они хозяева. И им решать, как распоряжаться этой территорией. Уже на следующий день весь Белград был заклеен плакатами в поддержку российскому дипломату. Надпись на плакате «Господин Канузин, посол сербов в Сербии». Общеизвестно, что подавляющее большинство населения страны традиционно видит в России заступницу. А готовность публично постоять за ее достоинства воспринимают как свидетельство силы и уверенности в себе. Отношения к России и любовь к ней в сербском народе абсолютно иррациональны. Сербы не хотят отдавать себе отчет в том, насколько их страна мала, когда речь идет об интересах огромной России. Но поверьте, никакие аргументы противников России, какими бы они ни были, здесь не пройдут. Оливера Ковачевич, социолог и ведущая популярного ток-шоу на государственном телевидении Сербии. Один из выпусков ее программы, который не так давно вышел в эфир, ставит символичную точку в вопросе о том, как сербская общественность воспринимает периодически скармливаемые ей шпионские скандалы. Тема передачи «Влияние на Сербию иностранных спецслужб». В финале полутора миллионам зрителей был предложен шутливый вопрос. На какую иностранную спецслужбу вы предпочли бы работать? Ответ оказался нелишенным чувства юмора. На ЦРУ 10%, ни на какую 35%, 40,5% зрителей Первого канала телевидений Сербии изъявили желание работать на ФСБ России. Евгений Баранов, Игорь Хрисков, Гораншин Прага и Анастасия Берестенко. Воскресное время.